Операционная система это набор программ, которая позволяет взаимодействовать пользователю непосредственно с самим компьютером и его компонентами. Первая ОС, разработанная General Motors и North American Aviation, появилась в 1956 году, и в то время у неё даже не было привычного нам пользовательского интерфейса. Но вместе с развитием компьютеров изменилась и сама операционная система, делая электронно-вычислительную машину более функциональным устройством, чем она задумывалась изначально. За менее чем 70 лет появилось большое количество различных ОС, и думаю есть те, которые задавались вопросом, какая из них самая лучшая. В этом видео я попытаюсь дать ответ. Windows, Linux, точнее её дистрибутивы, macOS, Android и iOS. Думаю, эти имена вы слышали и видели не раз. Сейчас они занимают самую большую долю рынка среди операционных систем. Каждая из них имеет свои уникальные особенности и преимущества. Но всё равно найдутся те, кто пытается найти ту самую-самую, и это кому-то доказать. Многочисленные споры в интернете тому подтверждение, хоть, к счастью, они немного подубавили в последнее время. Как говорится, всё познаётся в сравнении, поэтому давайте посмотрим, что к чему. Ладно, вы реально подумали, что я сейчас буду сравнивать операционные системы и говорить, что та лучше другой? У каждой ОС и правда есть свои плюсы и минусы, но все забывают об одном немаловажном факторе, а именно субъективном мнении и опыте. Ведь люди будут использовать ту систему, которая банально по их мнению удобнее. Да, у всех есть свои преимущества и недостатки, но кому-то может быть просто всё равно на них. К примеру, полностью открытый дистрибутив Linux кому-то будет значимым плюсом, а кто-то довольствуется и закрытой macOS. Для кого-то важно большое количество возможностей и кастомизации, как в Android, а кому-то базовых потребностей за глаза, и он использует iOS. Таких примеров можно привести ещё много, но вывод один. Операционная система подбирается в зависимости от требований и предпочтений пользователя. Жаль, что не все это осознают и пытаются с пеной во рту доказывать. Хотя в этом нету никакого смысла. Понимаю, сейчас подобные споры уже не слишком актуальны. Но всё же мне, как человеку, который использовал или хотя бы чуть-чуть пробовал все эти системы, захотелось донести подобную мысль. А какой операционкой пользуетесь лично вы? И почему? Напишите в комментариях. А если вам понравилось видео, то можете поставить лайк. Мне будет приятно. Пакеда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok